58-летний Михаил Ефремов уже более двух лет отбывает наказание в колонии под Белгородом за смертельное ДТП. По словам близкого друга, актер хотел бы отдать долг родине в качестве военнослужащего на полях спецоперации. Однако его не взяли по состоянию здоровья. Михаил Ефремов отбывает 8-летний срок за смертельное ДТП в колонии в поселке Алексеевка Белгородской области. Актер должен выйти на свободу только в 2027 году. Однако, надеется на условно-досрочное. В начале года Михаил Олегович подавал прошение о смене заключения на принудительные работы, но сам же отозвал его. А также, как сообщил его друг Иван Охлобыстин, хотел отправиться в зону проведения спецоперации. Но получил отказ. Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай бог, чтобы он возвратился на сцену и начал ставить спектакли, потому что он реально гениальный актер и режиссер. Он действительно очень хороший человек, но вот так бывает. Он мой кум, сказал Иван Иванович. Напомним, в июне 2020 года Ефремов совершил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии за рулем внедорожника. Он столкнулся с легковушкой, водитель которой скончался в больнице. Охлобыстин не раз просил о помиловании для своего коллеги. Он писал об этом в публичном обращении к президенту страны. Вне всяких сомнений, Михаил виноват. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества, сокрушался актер. По словам жены осужденного Софьи Кругляковой, артист может рассчитывать на условно-досрочное освобождение не раньше весны 2024 года. УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает, переживает и страдает, говорила она недавно в беседе с журналистами.